Это было очень давно, очень давно. Я пришел работать в эту школу, преподавателем по классу баяна. Во-первых, это была молодость, это был 80-й год, когда я начинал в этой школе работать, или даже 78-й какой-то год. Было много энергии, были планы. А всегда, когда, во-первых, я студентом играл в оркестре, мне это очень нравилось, очень нравилось. А потом, когда пришел на работу, посмотрел, кто вокруг меня, ну, людей мало было, и мы маленьким составом начали. Но нужно было играть. А в аккомпанементе там несколько проще фактура исполнительская. Мы их пригласили, и вот они остались. И вот с 80-го, наверное, года, или 78-го, я уж не помню, 78-го года, ну, одним словом, это 30 лет уже, наверное, да, или больше. Да, больше 30 лет. Когда пришла в школу в 2011 году, вот сразу как-то так получилось. Это уже 6 лет. В принципе, выбора не было. Все, кто играет на народных инструментах, играют в ансамбле у нас. Мне очень нравится этот ансамбль и, соответственно, играть. Те люди, которые не играли в оркестре или в ансамбле, они приходят, и они моментально открываются с другой стороны. Потому что коллективное творчество – это очень такое понятное и приятное удовольствие. Это, вот говорят, играть на музыкальном инструменте – это просто слово «игра» предполагает удовольствие, радость. А на самом деле это уже потом радость. А вначале это тяжкий труд. Мне нужно вас поднять. Я вот так показываю. Я учился в музыкальной школе, пришел в музыкальную школу в детскую. Мне было 8 лет. И вот представьте, я больше 60 лет, я живу этим. Это моя жизнь. Для меня слаще, приятнее ничего нет. Ничего нет. Помню, в школе на уроках музыки мы пели песни. Я помню название. Сталин и Мао слушают нас. Вот это я пел ребенком на уроках пения. Потом была песня «Москва-пекинь». Москва-пекинь, да-динь. Вот эту песню. Потом у меня еще, я не знал, что такое Китай, что… У меня был дедушка мой. Он фронтовик. И вот вечером было любимое занятие, я совсем малышом был. Мы с ним ложились на диван, и он мне рассказывал про войну. И мне становилось так страшно. Он рассказывал, как вот с немецко-фашистской Германией бомбили. И мне было очень страшно. А потом он чувствовал, когда я уже, так сказать, напуган-испуган. Он мне говорил, ты знаешь что, ты не переживай. Нас никто не победит. А потом добавлял такую фразу. Потому что мы очень сильные, и с нами Китай. Вот это я помню. Потом были годы, разные у нас были взаимоотношения. И я неслыханно рад, что вот сейчас мы сюда приехали. Во-первых, ну я уже говорил здесь о том, что удивительная аура здесь. Удивительная. Я не думаю, ну можно 20 человек подговорить. Ребята, вот там пройдут русские, улыбнитесь им. Нет. Здесь вот на самом деле, вот чувствуются, люди открывают душу. И в ответ нам хочется еще больше тепла вам принести. Потрясающе. Мне очень понравилось, очень комфортно. Все доброжелательные. Ну, создается такое хорошее впечатление. И не чувствуешь себя чужим. Впечатление очень положительное. Мне очень понравилось. Люди здесь очень добрые, отзывчивые. Ну, как бы очень простые, добродушные. Вот мне очень понравилось все. Впечатление очень положительное. Очень хорошие, добрые, отзывчивые люди, улыбающиеся. Все время позитивные. Понравилась страна. Все хорошо. Нам очень было интересно, как воспрямить китайцы наше творчество. Это, по моему впечатлению, это особенный народ. Ни на кого не похоже. Ни на кого не похоже. АПЛОДИСМЕНТЫ